Здоров ребят, прошло две недели с тех пор, как ко мне попала эта шайтан машина. И мне есть что рассказать. Я прекрасно понимаю, что канал не про девайсы, но я очень захотел поделиться мудростью с братюнями. И тем более, учитывая, что по статистике более половины людей смотрит мои ролики с андроида. Так что вам тут будет что услышать интересного для себя. Не вырубайте видео, а то я сам вас вырублю. Я знаю некоторые движения. Это серьёзное дерьмо, братан, будь осторожней. Итак, как я уже сказал ранее, я две недели и в хосте в гриву имел отношение с этим девайсом. Некоторые из вас даже это видели на моих стримах. Мы поиграли в D&D и в Sega, прошли спудермена с PlayStation 1 и начали второго спудермена. Затестили потного Гарри, да даже GTA 3 на второй плойке поиграли. Так что залетай, иногда я буду подрубать стримы с этой приставки, но и не только с неё. Но начну я, пожалуй, с больного, ради чего, скорее всего, все обладатели соснули, а там Берник, вытирая слёзы с глаз одной рукой, в другую гуглят запросы типа, что это за говно с фрезами, когда я играю в PlayStation 2. Если ты один из них, то не ссы, ща попа всё зарешает. Итак, во-первых, ваша приставка на ведроиде, так же как и большинство телефонов. А значит, установить сюда можно не только лишь всё, но кое-что. И для этого кое-чего есть некоторое количество эмуляторов. В моём случае приставочка Unberning запускает примерно всё от NES до плойки второй, но именно на ней и есть вся загвоздка. Конкретно в этом случае всего есть два гендера. Damon PS2 и Iver SX2. Damon PS2 отметаем, он у меня постоянно вылетает, да его и в целом прям так с говном равняет в самих отзывах. Остаётся Iver SX2. Сразу, пока мы на берегу, расскажу вам милую историю. Мораль которой, как говорил Жекерыч, мы живём в Society. Жил-был кудрявый разовощёкий парень, и он решил в свободное время запилить эмулятор для плойки второй. Дабы такие, как вы и я, могли поиграть. И получилось-то у него неплохо. Реально неплохо. Но вот, он решил забросить проект, так как то самое Society засрала ему личку претензиями и угрозами убить автора. Занавес. Именно поэтому я оставлю ссылку в описании и в закреплённом комментарии на 4PDA. В соответствующий раздел по этой проге, где вы сможете посмотреть свежие апдейты, но они уже сделаны от комьюнити. Да и в целом, почитать немножко за эту прогу. Так вот, если, я повторюсь, если на вашей балалайке количество кадров в секунду вас не устраивает, делаем как я. Начну, пожалуй, с самого простого. Жмём на восклицательный знак, переходим в раздел «Общие настройки» и жмякаем либо на «Установить оптимальные настройки», либо «Быстрые». В подавляющем большинстве игр это фиксить ситуацию и можно дальше кайфовать, играя в какое-нибудь старое говно мамонта. Но если в вашем случае что-то пошло не так, листаем дальше. В настройке графики выбираем движок «Вулкан». Обычно он отрабатывает на «Ура», но в красной фракции лично у меня выдавал иногда графические артефакты. Смена на OpenGL поможет. Обязательно. Предзагрузка текстур полная. Режим аппаратной загрузки точный. Далее листаем в «Расширенные настройки». И там размер очереди ВСинка 3 кадра, поточность 5 потоков. На этом моменте скорее всего у вас уже будут примерно стабильные где-то, ну, 30 фэпосов. Однако, если всё ещё срабатывает чуйка будто чё-то тут не то, то не помешало бы перенести игру с SD-карты в память телефона Акичитай приставки. Какая бы резкая, дерзкая карточка у вас не стояла, она вряд ли будет быстрее внутренней памяти вашего девайса. Лично мне это помогло стабилизировать хапусинские. Хоть и не сильно они выросли, но просадочки пропали. А теперь для тех, кому уже вообще ничего в этой жизни не помогло. Ну, если вам ничего не помогло, я хз, вы вообще там как? Нормально? В GTA 6 пытаетесь запустить? Бросайте это дело. Возможно, в вашей модели телефона также есть эта функция, как и в моей приставке. Включаем буст ЦП. В случае с приставкой не забудьте врубить кулер, хотя бы в авторежим. Но и на этом моменте получается всё. Все настройки завершены. Естественно, вы можете выкрутить графу, не покруче, включив там всякие сглаживания, фильтрации и прочее. Это всё также делается в настройках вашего эмулятора. Не стесняйтесь экспериментировать. Господи. Приставка или телефон у вас от этого не взорвутся. Просто в настройках эмулятора включите показывать счётчик фэпусов и наблюдайте, как реагирует ваш телефон на включение и отключение той или иной функции. Сразу отвечу на вопрос, чему я всё время показываю на примере GTA. Всё просто. Смотрите. Это GTA версии с PlayStation 2. Графоуни, конечно. Мама моя, просто отвал. Да, как я уже сказал ранее, в настройках можно покрутить получше. Но вот, также официальный порт на андроиде, причём не ремастер версии, он уже прямо стоково выглядит лучше. По ощущениям работает около 60 фэпусов и при этом ни фризов, ни подтормаживаний, ничего, даже каких-то микро-нано-просадочек не замечается. Братья, не едят к тому, что если игра из вашего детства официально портирована на мобилы, не занимайтесь танцами с бубном. Прекращайте тыкать мертвеца палкой, потому что это уже даже идут не настройки, а скорее издевательства, какое-то сношение с мёртвой бабкой. Я думаю, что в подавляющем большинстве случаев хорд будет работать в разы лучше, чем оригинал через эмулятор. Единственный вариант, если только вы прям хотите потрогать классику. А разница, кстати, есть, я её заметил, когда играл. Но она скорее выражается в некоторых нюансах, но не более того. Так что для меня было не критично перекатиться с эмулированной версии на портированную. Что ж, мне кажется, все нюансы эмулятора для плойки 2 под андроиды я закрыл. Теперь, моё мнение по самой приставке. Я буду, что иногда вскользь показывать всём характеристики Саиды, кому интересно, ставим паузу, смотрим. Так вот, всё, что до плойки 1 включительно, работает без проблем. Включил, играй, кайф. Особенный кайф, что можно изображение транслировать на пеку или телек. На виндовсе, если что, есть встроенная функция, которая позволяет принимать трансляцию с другого девайса. Input lag минимальный. Если что, включая это через скринкаст в настройках. Сомнительным решением было делать курки вот в таком положении. Пальцами не очень удобно их нажимать. Как по мне, классический вариант гораздо удобнее, когда он находится один под другим. Я не знаю, что это за гений мысли такое придумал, но вроде как у китайцев пальцы такие же, как и у всех остальных людей на земле. Так что это решение для меня остаётся загадкой и немножко боль в моя дырка задницы. Батарейка на 8-16 битках, ну, мягко говоря, работает на ура. Вы скорее себе пальцы сотрёте до костяшек, чем разрядите батарею, пока играете. Если уж мы так плавненько так зацепили игры, то... Спорный момент, опять же, брать приставку сразу с флешкой. Если просто хочется, не заморачиваясь, распаковать и играть тут же, то... То да, просто берите с флешкой и наслаждайтесь, играя в те игры, которые вам накачали братушки из Азии. Окей? Окей. Но если же вы прям там ценитель прекрасного, сомелье 8-16 битных игр и других игр, то, блин... Флешка вам нахер не нужна, переплата за неё на самом деле не маленькая. При том, что сама по себе флешка, ну, средненькая, скажем так, всего 30 мегабит записи. В таком случае лучше же сделать свою собственную сборку и не переплачивать. Если вы обратите своё внимание на Азсортимент на сайте, то увидите, что там есть и более дешёвые модели. Надо в случае, если вас интересуют, к примеру, только 8-16 битки. Есть, конечно, и что-то более дорогое, фэшенабельное, если так можно сказать. Но я хз зачем? По крайней мере мне. К слову, на своей балалайке я вполне успешно запускал даже PUBG. Только не настроил управление с клавиш, потому что... просто-напросто забил. Сама игра мне не очень интересна. Вот как-то так, Ребзи. Лично я покупкой доволен. Могу играть в игры с своего детства и при этом не будучи привязанным к компу или не страдая от того, что я вожу пальцами по сенсорному экрану и постоянно теряя кнопки из-за того, что тупо не чувствую их. Ну а вам спасибо за просмотр. Играйте именно в те игры, которые приносят вам удовольствие. Пока-да.